Новые изменения в законодательстве об ипотечном страховании. Новый сервис от госуслуг, который предназначен для упрощения ваших взаимодействий с недвижимостью. Привет, я Клышин Алексей и это последний новостной выпуск в 2023 году. Не переключайтесь, впереди нас ждет обсуждение динамики рынка вторичного жилья и новостроек. Сегодня вы узнаете о самых свежих тенденциях и изменениях, которые произошли за последнюю неделю. Будет много интересного и полезного. Начинаем прямо сейчас. Ну и первое, с чего мы начнем, это президент подписал закон, который меняет некоторые правила кредитования. Федеральный закон 607. О чем речь? Не допускается существенное изменение ставок по ипотеке при отказе от страховки. Новая ставка при отказе заемщика от страхования может быть не выше действующей на момент заключения кредитного договора по кредитам, выданные на сопутствующих условиях без страхования. И, конечно же, меняется порядок погашения задолженностей при финансовых сложностях у должника. Теперь будет установлена следующая очередность выплат при просрочке кредита, когда уже начислена неустойка. То есть сначала будет выплачиваться задолженность по процентам, потом задолженность по основному долгу, потом проценты, начисленные за текущий период платежей, потом только сумма основного долга в тот же период, потом неустойка и, конечно же, последним все иные платежи. Сейчас, например, неустойка погашается вперед процентов и основным платежом за текущий период. И эта очередность не может быть изменена сторонами договора, что очень важно. Единственный минус, который я нашел в этом законе, то, что он вступает в силу с 1 июля 2024 года. Хорошо бы, что он заработал с 1 января, но, к сожалению, законодатели сделали это немножко по-другому. Ну а мы с вами двигаемся дальше. Переломный момент. Сильное падение в сегменте вторичной недвижимости налицо, друзья мои. Перед вами данные Домклик. И это структура выданных ипотечных кредитов за ноябрь 2023 года. Ну то есть, получается, за весь этот год. И мы видим, что зелененьким на этом графике отображено, какое количество кредитов, вернее, насколько упала выдача вторичной недвижимости. И если мы посмотрим города-чемпионы, то Тюменская область падения минус 7%, Челябинская область минус 7%, Ростовскую область 6%, Башкортостан 6%, ну а дальше идет Свердловская 5%, ну и Москва, кстати, тоже 6%. То есть, получается, налицо сегмент вторичной ипотеки сильно просел, в общем-то, во всех крупных городах. И, конечно же, сказалось повышение ставки. Это первый звоночек к тому, что, в общем-то, ипотека у нас на вторичку берется все меньше и меньше. Ну это и понятно, потому что ставки-то сколько? 18% кто готов такую ипотеку покупать. Но, друзья мои, день Х у нас прошел 23 декабря, вступило в силу постановления правительства 21.66 касательно изменений в льготных ипотечных программах с госучастием. Давайте вспомним, что же важного. По льготной ипотеке, которая была под 8%, повышен минимальный первоначальный взнос до 30%. Как бы прискорбно это ни звучало. Снижена максимальная сумма кредита в столичных регионах. Была раньше 12, сейчас стало 6 миллионов во всех регионах. Перестала работать комбо ипотека. То есть, теперь нельзя сумму 15-30 миллионов взять, совместив это все. Ну и теперь один льготный кредит в одни руки по любой ипотеке с госучастием. Считается, конечно же, все льготные программы. Не считается старые кредиты, выданные до 23-го, 12-го, 23-го. Но прежние ограничения про одну ипотеку в одни руки по определенным программам, они никак не обнуляются, они также остаются. Есть только одно исключение по семейной ипотеке. Если вы выплатили семейную ипотеку и берете большую площадь, то тогда вам она возможно ее получить еще раз. Но банки говорят о чем? Если у вас будет брачный договор, то вы можете взять семейную ипотеку на мужа и отдельно на жену. А некоторые банки говорят, что нам достаточно будет просто согласия супруга, для того, чтобы она в кредитном договоре нигде не участвовала. И тогда ее можно взять. То есть, смотрите, все равно лазеечку какую-то оставили, но, скорее всего, она тоже скоро, друзья мои, закроется. Четвертая новость. Динамика роста цен на вторичное жилье в городах миллионников с начала 23-го года. Значит, ЦИАН подвел такую итоговую табличку. Взяли среднюю цену одного квадратного метра в январе и среднюю цену на начало декабря. То есть, за ноябрь, по факту. И посчитали, в каких городах все это выросло. И топ-топ роста цен вообще в России. Это просто, я вот знаете, сколько раз об этом говорю, я просто, ну, как бы в шоке. Да, это Челябинск, 36%. Представляете, вторичка, средняя стоимость вторичной недвижимости выросла там на 36%. То есть, больше, чем на треть. Дальше Волгоград. Это был самый недооцененный город. Вот, смотрите, он поднялся. То есть, у него стоимость вторички выросла на 23%. Ростов-на-Дону 18%, Омск 16%, Самара 16%, Екатеринбург 16%, Казань 15%, Пермь 13%, Москва, друзья мои, 12,7%. Уфа 8,8%, Нижний Новгород 8,6%, Краснодар 2,4%. Обратите внимание, что он в Краснодаре, рынок вторичной недвижимости, ну, как-то слабо отреагировал за весь этот год на повышение. Ну, потому что там новостройки классно прибавили. Вот так вот цены росли на вторичную недвижимость в этих городах. И в 2024 году мы ждем во всех городах, где больше всего выросло, самое, друзья мои, большое падение. Соответственно, вот я думаю, что уже там с февраля месяца мы будем примерно смотреть, как же это все будет с грохотом, а надеюсь, и не с грохотом падать. На госуслугах, друзья мои, появился сервис проверки статусов заявлений, поданных через МФЦ. Этот сервис поможет в режиме онлайн отследить, на каком этапе рассмотрения находится направленное через МФЦ заявление. Услуга поможет проверить статус по всем поданным заявлениям в МФЦ за 6 месяцев в режиме онлайн. И это, ну, просто взрыв как бы всего, что только могло быть. То есть, как сейчас происходит, например, регистрация вторичной недвижимости. Ну, вы, например, захотели подарить, либо купить квартиру и пришли, документы отнесли в МФЦ. Значит, отдали документы в МФЦ, вам выдали опись документов. И, в общем-то, вы сидите, ждете к назначенному времени, когда вам надо прийти, приходите, вам говорите, документы не готовы. И теперь вам нужно либо дозвониться до сайта Росреестра, да, а, возможно, вам еще и не получится этого сделать. А дальше, например, регистратор взял ваши документы, увидел, что у них какая-то ошибка, сделал приостановку. Отдал эту приостановку в канцелярию. Канцелярия это упаковала все в Почту России. Курьер отвез это на Почту и отправил вам приостановку, ну, основание, почему вам приостановили, по Почте России. Это классно, если вы живете по месту регистрации. А если нет, то тогда вы его и не получите никогда. Вот теперь вся эта бюрократическая процедура, она просто в корне, друзья мои, меняется. Теперь вы просто, зная номер входящего дела, соответственно, вставляете его и смотрите, на каком этапе все это находится. Я просто, знаете, вот, ну, как бы, меня одно только смущает. Почему туда вот на самом первом этапе только 37 регионов России включили? Причем Питер включили, а вот Москву не включили. Но, друзья мои, обещают сразу после Нового года добавить все остальные регионы России. И тогда, ну, в общем-то, мы будем, ну, как бы, в новом таком правовом поле, когда мы можем все отслеживать. И теперь это будет не какая-то такая темная лошадка, непонятно, кто что сделал. А теперь все это будет понятно и прозрачно. Просто классная история, о которой, конечно же, стоило здесь рассказать. Друзья мои, если вы вторичный рынок недвижимости, покупаете, неважно, как вы его регистрируете. Обязательно не забудьте проверить квартиру на юридическую частоту, потому что, покупая вторичный рынок недвижимости, вы можете столкнуться с 45 рисками. И обо всех подробно рассказываю на бесплатном вебинаре. Зарегистрироваться на который можно в описании к этому видео. И, конечно, там мы с вами разбираем, что нужно проверять, как нужно проверять. Причем большинство проверок можно сделать через интернет, в том числе и через сайт госуслуг. Друзья мои, регистрируйтесь, приходите, обязательно будет, посмотрите, обязательно будет очень интересно. Обещаю вам понравится. Ну, а мы с вами двигаем дальше. И у нас господдержка в действии. Значит, доля ипотечных кредитов с господдержкой в декабре месяце, как раз перед 23 числом, приближается к отметке в 70%. Об этом заявляет пресс-служба кредитной организации Банка ВТБ. То есть на фоне ужесточения льготных программ и сохранили для россиян возможность решить жилищный вопрос. Ну, опять же, как сохранили, дали всего неделю на то, чтобы его решать. И, конечно же, все просто ломанулись. Мы видели, как банки накануне 22 числа нам проводили сделки в 9 часов вечера. Представляете, в 9 часов вечера проводили сделки. И, конечно же, все было перегружено. Друзья мои, все, поезд ушел. Теперь, в общем-то, это максимальная доля. Да, то есть, смотрите, 70% выдач это господдержка. Можете представить? То есть это всевозможные программы. И только 30% остается на вторичку и на апартаменты. То есть вторички-то в выдаче вообще всего 20% с небольшим процентом. То есть это очень-очень мало. Это вот данные, соответственно, конца декабря. Ну, а мы с вами переходим к официальным данным, которые по Москве публикуют Росрестор. Но, к сожалению, Росрестор публикует их всегда в 20-х числах. И, в общем-то, мы с вами сегодня их как раз и посмотрим. Значит, и первое, на что мы с вами обратим внимание, это число ипотечных сделок в Москве за ноябрь месяц упало на 10,2%. То есть если у нас было в ноябре 10109 договоров, то, соответственно, в октябре их было 11256. То есть вот такое вот падение. Ну, в общем-то, и понятно, государство делает все для того, чтобы оно... То есть ажиотажный пик прошел, само падение начинается падать, да. И плюс государство еще закручивает там такие гайки для того, чтобы, в общем-то, выдачу эту сократить. И количество выданных сделок было в районе 8-9 тысяч штук конкретно по Москве. Но, однако, если мы посмотрим на снижение в годовом сравнении, число сделок в ноябре 2023 года увеличилось на 15, в общем-то, процентов. Ну, то есть рост по этому году, он, в общем-то, просто колоссальный. И это пузырь, который хотят сдуть и уже семимильными шагами, друзья мои, его сдувают. И вот налицо данные за ноябрь. Я думаю, что в октябре падение будет еще больше, в декабре будет падение еще больше, чем в ноябре. Ну, в общем-то, я думаю, что эти данные только появятся где-то, наверное, в 20-х числах января. Для того, чтобы мы вот эту ситуацию немножко рассмотрели. Давайте посмотрим анализ, проанализируем динамику рынка долевого строительства в Москве. То есть что же у нас было с долевым строительством в ноябре 2023 года. 361 договор долевого участия в строительстве в отношении жилой и нежилой недвижимости. И относительно октября 2023 года он упал всего на 4, друзья мои, процента. А если посмотреть данные за ноябрь 2022 года, то там было 8090 договоров долевого участия зарегистрировано. То есть рост в 2023 году, представляете, 103%, больше, чем в два раза. Если мы посмотрим ноябрь 2021 года, то там было 13 тысяч договоров и, соответственно, рост получается 24. Но я бы ваш тут внимание обратил немножко на другую историю. То есть мы, смотрите, как Росрестор интересно разделил. Он взял жилье, разделил и не жилье для того, чтобы нам было легче на графике это представить. То есть мы видим, что пик у нас был в сентябре по регистрации жилью 13 590 договоров. Потом в октябре он стал 12 тысяч. И в ноябре он стал практически 10 900. То есть падение с октября по ноябрь 10, друзья мои, процентов. А вот количество зарегистрированных сделок с нежилым помещением, ну то есть с апартаментами и вообще со всеми нежилыми помещениями, оно, смотрите, выросло, получается, тоже на 10%. Но так как здесь цифра маленькая, все-таки 5 тысяч, а стало 5 500, то, в общем-то, вот этот вот дисбаланс, он свернулся и общее количество там меньше, чем на 4%, друзья мои, упало. То есть мы видим, что спрос, спрос на новостройки, будь то жилье или не жилье, не утихает. Да, понятно, что по жилью спрос падает, да, понятно, что и это будет продолжаться. Мы видим, что, в общем-то, но пока еще у застройщиков есть очереди, и пока рано говорить о том, что застройщики прям завтра будут скидывать цены. Нет, я думаю, что вот этой инерции им хватит еще, я думаю, там на пару месяцев, наверное, да, ну, наверное, как минимум до февраля 2024 года. Ну и давайте посмотрим, что же было на рынке вторичной недвижимости, да, в Москве. За ноябрь 2023 года, тоже официальные данные Росреестры, тут падение, ну, оно прям налицо. Минус 10%. В ноябре 2023 года Росреестром зарегистрировано 15 393 перехода права собственности на основании договора купли-продажи жилья. Это минус 10,1% к октябрю, там было 17 129 договоров. Если мы посмотрим, ноябрь 2022, там было 10 800, ну, то есть рост, опять же, все равно еще рынок. Как бы, ну, как это, живее прошлогоднего на 42%. Если 2021 год, посмотрим, ноябрь, то там было 13, ну, практически 14 тысяч договоров, там рост на 11%. И это, ну, как бы не может не радовать. То есть мы видим, что количество регистраций вторичной недвижимости за ноябрь упало, да, и упало на 10%. Я думаю, что в декабре мы увидим еще более глубокую просадку вторичного рынка недвижимости по количеству зарегистрированных договоров в Москве. И это, конечно же, вот мы уже семимильными шагами, уже цифры Росреестра, уже данные спроса, все говорят, ребята, не покупают вторичку в такую ипотеку. Происходят только вынужденные сделки, и этот спрос угасает и угасает. И в следующем году ничего не останется вторичному рынку недвижимости делать. Когда мы подойдем к отметке, там, 11 тысяч договоров в месяц, я думаю, что это, наверное, будет примерно февраль, наверное, может быть, ну, понятно, что январь, там, полмесяца не работаем. И, как бы, вторичный рынок недвижимости, он просто, ну, вынужден будет опускаться, друзья мои. И я думаю, что, ну, по крайней мере, данные по Москве, ну, и мы видим, что, в общем-то, во всей России происходит примерно плюс-минус то же самое. Старты продаж. Какие в Москве были интересные старты продаж на прошлой неделе? ФСК вывел на рынок ЖК 1-й Измайловский. И, друзья мои, что там? Это, значит, цены на квартиру начинаются от 7,5 миллионов рублей. И это с вайтбоксом, либо с отделкой. Площадь от 21 квадратных метра. 30 планировочных решений. И ЖК состоит из 6 корпусов. Первые дома застройщик сдаст в эксплуатацию 26-й год. Это, соответственно, ЖК 1-й Измайловский от ДСК, ну, дочерней компании ФСК. Проект ТЭЙТ стартовал. Это Марьина Роща, улица Веткин. 10 минут до Марьиной Рощи, 3 минуты до МЦД. Корт Рос. Стартует бизнес-класс. Вайтбокс-отделка. Но здесь уже второй квартал 27-го года сдачи. Значит, квартиры начинаются от 20, практически, там, 9 метров, да. И стоят они от 12 миллионов рублей. Однушка, там, 39,7 стоит 15 миллионов рублей. Двушка, почти 60 метров, 21. Трешка, там, 9 стоит 26 миллионов рублей. Плюс В-12 от Cesar Group стартовал. Это комплекс апартаментов, друзья мои. Это апартаменты бизнес-класса в Раменках. Значит, что здесь главное? Площади, смотрите, 38, минимальная до 125. Квадрат 380 тысяч рублей. Минимальная цена золот, ну, при такой площади и таком стоимости квадратного метра, это 17 миллионов рублей. Это бизнес-класс, это три башни. Современная классика, подземный паркинг. Ну, то есть все-все-все предсчитающие бизнес-класса. Панорамные виды уже с третьих этажей. На первых этажах, ну, как бы всевозможные нежилые помещения будут. И, друзья мои, самое, наверное, интересное, это локация. Это Вернадского 12-Б-7. Локация просто космос. Это, соответственно, ландшафтный заказник долины реки Раменки. Парк имени 50-летия Октября. И это вот прям можно, ну, до шага, пешком можно до метро университета дойти. Это, наверное, ну, вот одна из таких классных, интересных, я бы, наверное, даже сказал премиальных локаций в районе университета. И вот там новый, соответственно, комплекс стартанул, на который, ну, на мой взгляд, стоит обратить внимание. Для брони оставляйте заявку на сайте, который указан в описании к этому видео. Получите идеальную новостройку без дополнительных расходов. Мы понимаем, насколько важен выбор идеального жилья. Поэтому предлагаем вам уникальную возможность подобрать новостройку без каких-либо комиссий. Какую выгоду вы получите? Доступ ко всем актуальным новостройкам Москвы и области. Расскажем, куда стоит инвестировать, а какие застройщики лучше стороной обойти. Как это работает? В описании к видео есть ссылка, консультация нажимается. Нажимаете на нее, оставляете там заявку, получите персональное предложение о том, под ваш запрос, что же вам нужно, на какой же объект лучше посмотреть. Потому что стартов сейчас все застройщики хотят выйти побыстрее для того, чтобы есть. Есть еще старты, предстарты, предброни, да, еще когда в официальную продажу не вышел объект недвижимости. И можно на этапе сориентироваться, стоит ли вообще туда покупать или нет. Оставьте заявку сейчас и получите свой путь к новой квартире без лишних затрат. Уважаемые подписчики, поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Это время чудес и новых началов, когда мы с радостью подводим итоги уходящего года и с оптимизмом смотрим в будущее, в новый 24-й год. Пусть каждый из вас встретит этот Новый год и пусть он будет для вас полный успехов, свершений, а ваш дом будет полный уюта, теплом и, конечно же, семейного благополучия. В новом году желаю вам здоровья, это, наверное, самое главное, счастья и процветания. Пусть ваши начинания все увенчаются успехом до единого. В каждой, пусть в вашем доме будет радость, удовлетворение от достигнутых результатов. Надеюсь, что наша совместная работа в сфере недвижимости будет приносить вам только положительные эмоции и выгодные сделки. Благодарю вас за доверие и поддержку. В выходящем году впереди нас ждет новые возможности и, конечно же, классные перспективы. С нетерпением жду возможности помочь вам в реализации ваших планах и мечтаний в области недвижимости. С Новым годом и Рождеством! Пусть эти праздники, которые ждут нас впереди, принесут вам радость и благополучие. Спасибо за внимание. С вами был Кулышин Алексей, юрист по недвижимости.